Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новый магазин среднего уровня. Также мы посмотрим, что добавилось и посмотрим, как делать правильные скульптуры. Поехали! Значит, первое, что добавилось, это у нас новые работники. Теперь мы можем нанимать троих и также у них довольно-таки поболее прокаченные статы. Вот, если мы можем посмотреть, да, статы на порядок выше. Также уже есть статы объемное мышление для скульптур, так как с этого уровня скульптуры добавляются. И также их можно троих прокачивать, учить. Обучение стоит 3000 в день. Так, смотрим, открываем магазин. Так, и посмотрим, заходим в магазин, посмотрим, что у нас внутри. Как он извинился? Помните, у нас была маленькая такая лавочка. Теперь у нас здоровенный магазин. При входе есть продавец, у которого вы можете спросить, что есть в наличии. То есть, если вы с ним общаетесь, если вы гость, а не так, как я владелец, то он вам покажет, что еды есть столько, картин, открыток столько и скульптур столько. Если вы сами хотите, то при входе вот здесь у вас ждут скульптуры. Дальше вот здесь вас будет ждать еда. Вот такой вот бар есть. У нас уже есть столики. Красота вообще, да, в принципе. Сейчас мы вот это еще спрячем, чтобы вообще хорошо было. Здесь мы делаем скульптуры. Вот. Здесь идет изготовление скульптур, я сейчас покажу. Здесь изготовление открыток, росписей. И наверху у нас будут картины. Вот здесь вот картины, росписи будут висеть для тех, кому... Галерея у нас там прям, видите, с фотоаппаратом, со всеми делами. Да. Значит, что у нас нового здесь? Здесь у нас поднялся уровень фотографии до второго уровня. Еда четвертого можно также нанимать шеф-повара уже. Не шеф-повара, по-моему, помощник, если я не ошибаюсь. Нет, шеф-повар уже, да, шеф-повар админ. А далее уже будет повар Мишлен, теперь одна звезда. Фото сложнее стали, но награды я не увидел, так что больше. И основное это то, что скульптуры появились. Скульптуры более как бы практично, скажем, более дают популярности. Сейчас мы посмотрим, все остальное осталось в принципе по-прежнему. Вот скульптуры. Скульптуры. Значит, для изготовления скульптуры нам дают болванку, такую заготовку. И дальше мы ее обрамляем, скажем так. Вот. Берем сначала инструмент погрубее. Каждый из них будет по 8 ударов. 2, 3, 4. То есть мы снимаем верхний слой. 5, 6, 7, 8. Это мы сняли верхний слой грубой. Теперь будем аккуратно, мягко снимать. Также 8 ударов. 2, 3, 4. Вот. Нужно четко попадать, тяжело. И вот здесь вот. И еще, еще, еще. Ага, вот, вот, видите. Вот, произведение искусства. Выставили на прилавок. Далее смотрим. Следующие. Я покажу все. Каждую по одной. Так, кошку давайте. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. И далее берем мелкой. 1, 2, 3, 4, 5. Не знаю, может у меня тачскрин плохо попадает. Но вот. 8. Произведение искусства. Да, смотрим еще. Следующую скульптурку. Вот. Здесь очень тонкая работа. 3. Можете вертеть ее для удобства. Так, как у вас на поставке. Далее берем мелкий. И сбиваем мелкий. Вот. Кто-то еще кошечку просил, да? И, по-моему, если я не ошибаюсь, мне спрашивали. Одну я делал. Вот эту вот, да? По-моему, я не делал еще. А, и кролика еще сделаем. Хорошо. Так. Далее мелкую. И еще потом сейчас сделаем кролика. Я покажу, что делать, если вдруг вы ошиблись с работой. И я также покажу, что нужно делать в таком случае. И что может произвести к тому, что будет вот ошибка. Вот сейчас кролика сделаем. Сейчас всех по одному, я же говорил, сделаем. Да. И дальше вот покажем, что делать, если вдруг произошла ошибка. И почему они происходят. Я объясню. То есть, в принципе, здесь ничего сложного. Нужно попадать в необработанные части. Да? Вот. Нужно обработать. Так. Вот смотрите. Например, мы делаем балванку. Берем вот того же кролика. Я, например, бью один раз в центр. И бью второй раз. Если я попадаю в точку, куда я должен бить вот мелким, маленьким ножиком. Большим. То идет срезание. То есть двойное. Даже если, например, вот сейчас мы сделаем большим круг. То есть мы уже не сможем сделать нормально. У нас уже будет скульптура сбитая. Да? Даже мы, если возьмем маленький и начнем бить в одну и ту же точку, то оно будет сбивать. Что делать? Если вдруг вы ошиблись. То есть вы не добиваете до конца. Вы просто нажимаете выйти. И отказываетесь. То есть она не выставится на прилавок, но золото вы потеряете. Но популярность вы не будете себе занижать тем, как вы будете выставлять только идеальные работы. То есть вы будете опять-таки заново взяли, опять ее взяли и уже сделали четко. То есть вам нельзя попадать дважды в одно место. Грубая очистка. Понимаете? То же самое касается и мелкой очистки. То есть нельзя дважды попадать в одно место, иначе будет, как бы вы делаете скол, и уже она теряет ценность, и уже она будет подешевле. Все должно быть идеально. Вот так вот. Не сложно, в принципе, с этими новыми скульптурами. Немножко практики. 8 ударов, грубой 8 ударов мелкой очистки. И, в принципе, все будет хорошо. Такой единорожка. В принципе, кто на седьмом, ой, седьмом, девятом сервере, кто играет, заходите ко мне в магазин, добавляйтесь в друзья. Примерно всегда в обеднее время он открыт. Скульптурки, картинки, все как нужно, по высшему разряду. Лучшие подарки для вас. В принципе, все вроде сказал. Если что-то еще интересно, если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Если есть какие-то дополнения, также пишите в комментарии. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok